Особенно их открывай, тогда тебе на SkinDrop, сайт с огромным выбором различных кейсов. Здесь есть все, от тематических до стандартных. А также, кроме кейсов, имеются апгрейды и классические, любимые всеми, контракты. Не стоит забывать и про бесплатные кейсы. Быстрая техподдержка, пополнение со всего, чего можно. А еще по фармакоду Instinct вы получите приятный бонус. Попытай свою удачу. SkinDrop, ссылка в описании. 2023 год по играм и анонсам превосходит 22-й в разы. И учитывая, что мы в курсе о несостоятельности нескольких проектов прошлого года, то очевидно сейчас надежды многих геймеров на необычайно высоком уровне. Впрочем, так же, как и страх провала. Stalker 2, Atomic Heart, Dead Island 2, Assassin's Creed Mirage. Это лишь небольшой список игр, которые, скорее всего, будут ультра-спорными по тем или иным причинам. Но при этом у меня огромное желание противоположного исхода. В принципе, это хорошая идея для ролика, так сказать, моя мнимая паничка насчет ожидаемых игр. Если интересно послушать бред сумасшедшего, а я не просто так о себе, ведь это, скорее, развлекательная инфа будет, нежели информативная, то можете показать это лайком, комментом. Я, естественно, увижу. А сейчас, даже смотря на обилие крутых игровых релизов, невольно задумываешься. А ведь раньше было лучше. Так что давайте вернемся на 10 лет назад и попытаемся выяснить, а что тогда выходило в свет. Так сказать, назад в 2013-й. GTA V. В принципе, после этого можно завершать ролик и выходить в закат. Ибо GTA-шка уже стала легендой. Причем, это не дискуссионный вопрос. Я помню тот день, когда она только вышла. Поехав в универ, я забежал в магаз, дабы прикупить диск на Xbox 360. И самое примечательное, остаток дня однокурсники и я рассматривали коробку с игрой. Настолько выход нового GTA был событием для нас. Но, а вернувшись домой, понятное дело, я засел в нее. Синглплеер офигенен для своего времени. Да и сейчас смотрится отлично. Онлайн, может, и превратился в достаточно спорную штукенцию, напоминающую больше комнату ожидания GTA 6. Но он также импонирует. Хотя бы тем, что на него не забивают, как, например, на RDR Online. Земля тебе пухом, дружище. Да о чем говорить, если на основе GTA-шки огромное количество ловких товарищей создали свою империю ролплей серваков. И то ли еще будет. Ко всему этому можно относиться по-разному, но GTA 5 прошла несколько удивительных этапов. В самом начале все офигевали и разбирали на мемы, казусные истории Майкла, Франклина и Тревора. Последнего вообще обожали больше всего за свою харизму и сумасшествие. Да его некоторые на полном серьезе сравнивали с Джокером, о чем уж говорить. А спустя время GTA стала местом, где вы можете начать новую игровую жизнь. Типа Симса, но с пушками и неграми. Сейчас, конечно, все геймеры ждут продолжения. Каким оно будет, остается гадать. При этом у многих, конечно, в головах Рукстар перестали быть настолько великими после нескольких скандалов. Особенно с выходом ремастов под названием GTA Definited Gavno Edition. Но будем откровенны, если GTA 6 окажется абсером, то... Охо-хо-хо. Чего скрывать, серваки РП все равно подстроятся, ибо им не привыкать. Last of Us. Ну, впрочем, если после GTA 23 год уже мог чесать голову и подбирать карты, дабы покрыть такой козырь, то с Last of Us... Ох мой бог, приносим все релизы на 24-й и пытаемся побить количеством, братья! Last of Us еще в свое время была одобрена критиками. Атмосфера, мир и, естественно, персонажи. Действия игры происходят в недалеком будущем, где мир накрыт гриппным вирусом, уничтожающим человечество. Нам же под контроль выдают Джоэля, мужичка с трудным прошлым, который во всей этой суматохе становится человеком-спасителем. И одновременно с этим негласным отцом для Эли. Короче, даже по этому краткому синапсису очевидно, что в происходящее вовлечет игра мгновенно. Спустя года выходит и продолжение, которое может и не сравниться, по мнению многих, с первой частью, но она также близка фанатам серии. Dota 2. Вот тут несколько необычная ситуация. Да, дата выхода Доты из бета-тестирования и получается окончательного релиза в 2013-м. Но, как многие из вас знают, ее еще в 2011-м можно было попробовать. Скажу больше, первый International был проведен на бета-версии игры, а призовой составил 1 миллион американских тенге. И хоть игру собирались выпустить почти сразу после Инта, то бишь в 2012-м, но Valve в какой-то момент поменяла планы по развитию и все пришлось переделывать. Попутно добавляя недостающих героев Дотки. И что спустя годы мы имеем? Легендарный киберспортивный проект, который в нашем регионе имеет особую репутацию. А творчество, создаваемое по битве древних, давно ушло из игрового мира и стало поводом для отсылок в музыке, видео различных блогеров, да и даже не играющие никогда, сразу пояснят вам, кто такой Путч и почему он так крут. Путч и почему он так крут. Но с другой стороны это конечно онлайн игрушка и такое немного нечестно рассматривать, но благо игровых одиночных релизов хватает. Так что давайте лучше вернемся к ним. Вот тут я пожалуй панною. Несмотря на то, что переосмысление Лары Крофт в целом удалось, лично мне до сих пор больше нравятся условные аниверсари или андерворлд. Да, мои вкусы специфичны. Хотя даже я отрицать не буду, идея с тем, чтобы показать становление Лары гениальна. Из нуля сделать единицу. Короче, привет фанатам Блустока. Блулока. Блин. За этим было действительно интересно наблюдать. Геймплей, конечно, тоже изменился в свое время. Хотя самый большой нюанс, который мне, допустим, не давал покоя, это отсутствие действительно большого количества сложных головоломок. Мы получили экшен больше, так сказать, зато в хорошей обертке. Графика на тот момент была на высоте. Критики же того времени ругали ее за линейность. А некоторые элементы игры, такие как боевое сражение, могло быть не соконовящимым по ощущению. Однако, в целом, Том Брайдер 2013 является отличной игрой. И чего таить, оно стало дверью для новичков в культовую серию, которые не хотели смотреть, а что было раньше. Бесконечное лето. Не, ну конечно, на фоне остальных игр она смотрится как дрыч в зале, наполненный пауэрлифтерами. Но для нашего СНГ Бесконечное лето действительно культовая штука. Кто не в курсе, перед вами визуальная новелла, где есть разные ветви событий, диалоги. Все может привести к тому или тому. Типичная история. И, конечно, надо читать. Много читать. Мы же играем за Семена, который садится в автобус и магическим образом оказывается у ворот пионер лагеря совенок, попутно переместившись на лет 20-30 в прошлое. Став при этом еще похожим на 17-летнего себя. Звучит неплохо. А что если я вам скажу, что кроме сюжета, здесь и художественное оформление на уровне? И это я даже не говорю про саундтрек игры. Пожалуй, если поразмыслить, реально весомый недостаток это нытье и тупость главного героя, из-за чего тут вызывает отторжение. Я сам не единожды вздыхал и орал, ну как ты заеб... Хотя с этим не все согласны, и классические думеры видят в нем родственную душу. Ну, некоторые. Вторую же жизнь или третью бесконечному лету подарили модификации. Их очень много, которые позволяли...